вокруг красота тишина и не души приветствую на канале сказочная карелия меня зовут руслан сегодня 6 мая тихая охота продолжается приглашаю вас прогуляться на лес и посмотреть чем у нас сегодня удивит здравствуй лес один из моих знакомых грибных лесов прионерского района утро 1 градус тепла вот решил проверить перспективные весенние точки проверить весенние грибочки впереди будут болота пройду через болото будет возвышенности возможно удастся что-то найти высокие сапоги сегодня болото хочу проверить еще клюкву один в лесу красота вокруг природная зона карелии тайга медведи уже проснулись поэтому важно себя обезопасить взял с собой фитильные петарды позже вам покажу вот такое небольшое болото покажу вам сегодня солнечная погода проверим если ягодка каком количестве какого качества клюква первая ягодка сегодня покажу вам вот нашел болото вот ягодки есть массово собираю и осенью вот май месяц весна 2024 клюква пожалуйста перешел болото зайду в лес посмотрю возвышенности места где больше солнца попадает должны быть уже весенние грибы поймет чей-то если есть охотники напишите двигаюсь дальше будет еще одно небольшое болото и посмотрим песчаные участки посмотрим небольшие горушки там уже снега не должно быть и надеюсь грибы весенние мы с вами увидим пройти еще метров 300 вперед у меня такая грибная разведка признаюсь похолодание у нас в этом году очень много снега не знаю удастся вообще что-то найти либо нет но буду стараться впереди снежный участок еще вчера у нас шел снег ягель кстати тоже съедобный очень красиво вокруг весь собирал строчки но еще видимо рано надо подождать муравейник божественная природа сапоги скоро будут клещи пытаясь вам передать всю эту красоту пенечек старенький ветерок подымается солнышко скрывается снег начинается грибов и обычно собирал нету еще видимо рано но почки пока не распускаются потому что вокруг везде еще как вы можете видеть достаточно много снега для этого времени года в карелии здесь оттаяло все валежник кустарник все что любят грибочки вот потихоньку начинает распускаться растения пройду проверю одну лесную дорогу снег не прекращается это что у нас не понял а это растение такое не знаю думал гриб смотрите ранее весеннее название к сожалению не знаю думал строчок что ли уже вылез ух как все затянуло начинал тихую охоту солнышко было минут 40 хожу брожу пока грибов не нашел снег не прекращается здесь обычно строчки сморочки собирал хоть и прохладно сугробы еще большие глубь леса уже не пойду туда но еще рановато а вот кстати верба потихоньку начинает распускаться такая вот карельская природа карельская тайга напомню 6 мая 2020 четвертого года посмотрел низинки тут болото тоже небольшое такое а пока пока грибов нету хорошо сапоги я дел вот еще лед лежит весна 2024 ступая свои права в это время грибов там точно не будет надо искать открытые участки где больше солнца влаги попадает в возвышенности в низинках грибов весенних нету ух ты друзья посмотрите что я обнаружил снег идет град ночнее начинается вот они грибы сегодня первые весенние посмотрите какие огромные размеры это дисцина щитовидная как говорится на ранние весенние грибы когда других еще нету вот они появляются посмотреть как массово плюцевидная форма шляпки ножка очень короткая условно съедобный гриб считается я их собирал ранее готовил низкие вкусовые качества как у строчка обыкновенного вот они первые вылезают плодоношение у них сначала мая в наших краях и до середины лета когда другие грибов еще нету вот они появляются как и растут массово большими семьями прям у лесной дороги первые весенние грибы сегодня да вот такие вот интересные грибы показал вам поближе его один сорвал можно выкручивать стрелять как вам удобней нож всегда с собой меня очень много 40 запах грибной это как строчки один из подвидов если не ошибаюсь собираю грибы в снегопад такой только в карелии наверно возможно пока их оставлю здесь если найду еще грибы эти на обратном пути заберу иду вдоль дороги здесь снег растаял вот такая первая поляна дисцины щитовидной грибов там было немного поэтому решил не брать пока если дальше не попадется больше жарить там совсем мало вот остановился у дерева показать вам наглядно усния лишайник такой посмотрите все дерево в нем более яркого окраса я собираю летом сушу и на зиму как лесная аптека растет по одному сантиметру в год так вот примерно один сантиметр оставляю и мужиком или ножницами посмотреть сколько много ее можно собрать но это уже старенькая посмотрите все дерево гусне и такой лишайник от бронхитов горло лечит от воспалений зашел в лес нашел болото незнакомая мне вот сейчас попробую пройти посмотреть клюква здесь должна быть снег растаял есть ягодка есть вот такой метров 200 болото любопытно но не так много но на прошлого года еще лежит крупная такая была это моей спиной какой-то зверь или показалось не знаю но надеюсь это был лось а не медведь сейчас выйду с болота подальше покажу что я с тобой в грузачке ношу для безопасности вот здесь вот такие вот посмотрите ямы канавы туда если уйдешь то ох а совсем никто и не вытащит одному лучше не суваться в такие места так первым делом это у нас бумага лишнее не будет особенно когда медведя встретите не дай бог здесь у меня огниво спички в пакетике все и вот самое главное это фитильные петарды прошлом году приобрел это не реклама как говорится сейчас вам покажу как это все действует нашел болот такую клюкву в шоке сегодня какие-то дикие звери ходят в лесу как говорится они хозяева мы гости в обычных магазинах где фейерверки продаются никаких рецензий не надо но важно смотреть чтоб не было никаких возгораний лес сегодня сырой поэтому покажу вам наглядно вот такой примерно коробочки мне хватает на пол сезона для обозначения места когда приходишь на грибные места свои обозначиться надо пошел и прикрываем лицо отлично ветер в ту сторону и важно пропахнуть дымом к говорится и никакой зверь к вам не подойдет все тушим контролируем есть болото торф возгорания не будет берегите себя идем безопасно собирать искать грибы прошел болото впереди влажный участок а в шоке друзья в шоке да как-то жутковато не знаю проверил болото клюква есть но не в таком количестве чтоб собирать ее принял решение туда пройти дальше еще не знаю километр но не знаю как дорога сколько там будет снега еще проверить горелый лес свой прошлый раз ездил собирал саркосыфу австрийскую в этих местах ее нету напомню прионерский район взял бы я и десцину щитовидную но как вы заметили очень много ссора вот такая вот атмосфера как вы можете видеть кругом снег да болото хочу еще посмотреть одно с клюквой так вот пройти метров 800 наращу вот хочу проверить еще горелый лес в это время я здесь уже собирал сморчки но в этом году очень много снега выпало здесь хоть и возвышенность гора такая но пока ни одного грибочка я не нашел бедные деревья пожар был елки-палки обознался думал сморчок стоит фантастика посмотрите как схож это такой корень дерева или ствол обгорел я принял за гриб вот там еще одно болото туда дальше не пойду уже к люку смотреть посмотрите там снега сколько еще впереди друзья бывает жутковато признаюсь если совсем нет никаких приспособлений кто там все драми ходит или картинками периодически стучу можно радио брать с собой но медведи в лесу хозяева мы лишь гости идем дальше у да красиво но иногда бывает страшновато а вот второе болото там еще снег прояснение вот еще это уже посмотреть какие покрасившие такие нарядные семейки вот совсем маленькие да надо подождать подрастут наверно приеду их пособираю вот они красивые грибочки я не голодаю есть и сушеные грибы у меня вот еще кому интересно оставлю адрес электронной почте в описании вот уже старенькая такая огромный просто гриб сушеные белые грибы подосиновики желтые лисички вот еще одно место решил проверить нашел на открытых участках еще дисцину других грибов я не обнаружил вот здесь чуть повыше я забрался и вот еще один муравейник тоже разрытый в это время уже медведи любят лакомиться они они обычно лапу кладут муравьи залезают на него и потом оставляют муравьиную кислоту и они обсасывают их это небольшой муравейник трещал гораздо больше и более разрытые на этом болоте хоть она в низинке но уже снега нету очень любопытно если клюква вот так смотрите вот так вот неледью поступают банки бросают есть у меня пакет специально под мусор прихвачу вот лес такой красивый вокруг а гадят гадят горе грибники ягодники туристы не знаю кто еще так как назвать вот в травке еще появляется да есть грибы растут в карелии думал свежая лепеха а может это и лепеха да походу она и есть с осенью еще обалдеть а сердечко ёкнуло добрался до болота вот здесь такая канава идет много воды достаточно уже прыгать туда не буду клюква однозначно есть там красиво какой свежий воздух просто не передать это словами солнце появляются очень интересно клюква вот вот сколько здесь а посмотрите сегодня не планировал собирать но нашел все таки ягода клюква витаминная полезная с прошлого года сначала грязные банки даст карте потом помет медвежий вот клюкву в рот ну витаминная ягодка очень вкусно и кругом ягель помню собирал здесь массовая году вот вот она вот прошлого года лежит не теряет своих вкусовых качеств слегка мягковатая но пролежала всю зиму в сугробах есть ягодка витаминчики классно клюква есть нашли не зря сегодня уже поехал даже нашел грибы и сделал немножко лес чище спасибо болото за дары зашел в лес нашел болото был шоке такого не ожидал нашел клюкву десцина напомню щитовидная или блюдцевик щитовидный много названий разных вот они на песочке выстроились в ряд первые весенние грибы когда других грибов нету десцина выручают весна 2024 карелия тихая охота в карелии продолжается спасибо лес за дары не забывайте оставлять комментарии подписывайтесь и обязательно берегите себя читайте описание под видео а я не прощаюсь